всем привет мы сейчас на вокзале в терминале d и мы собираемся садиться на паром чтобы отправиться в хельсинки здесь сталин прямо возле нашего отеля есть вокзал и здесь отправляются паромы и большие другие корабли в хельсинки и в стокгольм и куда угодно вот проезд стоил нам 20 евро в одну сторону но вообще-то можно было дешевле купить там странная система цен и поэтому мы получилось заплатили дороже ребята вот например купили за 10 евро в одну сторону поэтому логики никакой нет не знаю все мы идем получать наши билеты но мы в общем-то зашли на лайнер как оказалось и здесь настолько круто просто нереально здесь как какой-то очень дорогой круизный лайнер здесь очень круто все такого не ожидали я сейчас такой синий что просто торговом центре мы сейчас поднялись на десятый этаж потому что богдан хочет поговорить и ну в общем вот такой вот у нас здесь видос стас здесь есть но обязательно из доступных нам этажей только два то есть 7 8 8 9 10 а до 6 все это машины да они очень большие и сейчас кажется два часа поездка уже не такой уж и такой уж и большой что но здесь походить посмотреть и мы даже может не успеем ничего страшного будем назад еще ехать я думаю на таком же класс надеюсь на такой да и цена сколько мы купили 20 евро в одну сторону 20 евро человека в одну сторону такая фишка там если покупаешь мы покупали через интернет билеты если выбираешь одного пассажира то получается дешевле билета обучать 15 человека я не знаю почему тогда когда мы выбирали три человека это получилось что 20 каждого когда выбираешь два человека получается что 15 каждого в одну сторону я не знаю где логика вот мы думали что просто здесь как-то привязка к местам но нет просто мы можем ходить просто по всему кораблю да по всему лайнеру садить садиться где хотим но только но если на что естественно мы не можем зайти в бизнес и лаундж зону вот да еще 10 этаж последний он весь вы в купешках да поэтому это купе называется каюта 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 в общем да а а Субтитры делал DimaTorzok Так вы вернули наши деньги просто? Мы в Хельсинки Ура! Мы доехали до центра города От порта до Намичи 3 километра естественно можно ехать но мы выбрали идти потому что это дешево и прикольно и знаете очень прикольно смотреть на жилые кварталы финнов они такие же минималистичные как и в швеции ничего лишнего да ничего больше не надо интересна и людей вообще нет потому что воскресенье и хельсинки наверно не самое русическое место в мире и в общем в талии людей было куда больше мы зашли кстати здесь супермаркет и были удивлены потому что мы ожидали что там будут очень-очень высокие цены но на самом деле там такие же цены как в риге там например круассан стоил супермаркете 60 копеек булочка 40 и вообще многие продукты типа кокосовое молоко ну ладно это импортное чипсы за евро мясо честно говоря не знаю сколько стоило ну в общем то здесь не настолько дорого как кажется здесь наверное дорого больше кушать в кафешках но если пытаться в супермаркете то в принципе такие же цены как в париже как в любой другой стране мне кажется что вообще не туристический город здесь вообще даже мы не увидели сувенирных магазинов и людей тут просто минимально минимально так что так вообще в общем в общем мне нравится не знаю не знаю как ребятам даже мне нравится как я предполагала здесь дорогая еда в этих кафешках но очень часто можно попробовать там особенно когда маленькие рыбки вы можете абсолютно спокойно попросить попробовать и вам дадут и можно так походить и поесть и как всегда программа выполнена пинс финляндии пошли мы сейчас зашли в отель торни и где на среднем этаже есть бар который называется ателье а тут открывается обзор на хельсинки в общем это очень прикольное подобное место по крайней мере на фотографиях которые мы видели там естественно очень дорого но мы возьмем на вторых какую-то кружку чая просто чтобы посидеть вот и полюбоваться пейзажем а мы сейчас макдональдсе хельсинки потому что мы давным что на улице уже стало очень холодно и мы решили погреться макдональдсе да кстати здесь очень дешево макдональдсе по сравнению с другими кафешками например за 1 евро можно купить чизброгер но конечно не такой вкусный но тем не менее очень дешево если сэкономить то супер вот и в принципе катя что можешь сказать про хельсинки в принципе это город на один день да я даже сказал бы на полдня наверно потому что здесь очень если была бы хорошая погода на один день да если сравнивать как бы скандинавские страны если сравнивать именно стокгольмом то здесь вот как то вот все чересчур вот просто нет никакой изюминки мне кажется что финны не очень любят ходить по ресторанам даже да они какие-то скучные так мало людей мне кажется они очень семейные люди потому что мы видели очень много собак с людьми людей которые выгуливают собак и все это все что мы видели из интересных развлечений финнов все остальное мы видели туристов и одеваются они как-то я даже сказал бы не то что просто стрёмно одеваются да и вот ну вот стыгольме было все просто но но все было вот 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 круто просто я не знаю как объяснить по стильному да было по стильному просто но а здесь вот как-то вот чересчур не хватает какой-то вот изюминки в городе на самом деле и мне в общем то понравилось и мне кажется стоит вот сюда поехать все равно посмотреть да то есть как бы для галочки как сказать я бы сказала чтобы видеть другую жизнь да потому что это совершенно не похоже на нашу культуру чтобы видеть как скучно живут финны да и в том же таллине туристов было наверное раз в 10 больше в таллине структуре наверно 70 процентов из всех туристов это русские да и вот так и сейчас наговорить тот один удивил удивил намного больше чем хельсинки я от хельсинки ожидал больше вот таллина меньше показать все наоборот в общем здесь есть такое электронное табло который измеряет скорость вот если скорость превышает норму на этой дороге то на табло загорается соответствующий смайлик то есть если скорость пределы в пределах нормах то смайлик улыбается как бы зелененький а если превышает он красный такой злой в общем да очень интересно итак после двух часов на пароме из хельсинки в таллин потом из талина в реку пять часов мы дома и мы такие сонные уставшие сейчас на часах 3 часа ночи мы будем отдыхать потому что завтра нам в университет слава богу не на 8 утра вот но все же нам завтра в университет и всем спасибо за просмотр всем пока пока а 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 Продолжение следует...